Меня зовут Сергей Маринец, я работаю в 2018 году, я работаю на Java, Java SE, Java EE. Разные годы занимал позиции Java разработчика, Java Team Leader. И в прошлом году получил интересную награду, которая называется JBoss Community Leader Award, за помощь которую я оказал в компании JBoss в разработке их продуктов. Это более интересно, что я не являюсь их сотрудником. Всем известна компания JBoss. JBoss Server. JBoss Server еще? Fibernet. Вот такая маечка, которую мне компания JBoss прислала. Видите, на ней клетка, почему-то. Кто догадается, какое отношение имеет клетка компании JBoss к этой награде, вы можете подойти после встречи и получите приз, которых сегодня много. Хорошо, идем дальше. Я часто выступаю. Я шесть раз выступал докладчиком на Java. Кроме того, я два раза выступал на Java. Это самая большая конференция по Java в Украине. Она сажаются люди со всего мира, чтобы не выступать. Она проводится в Киеве в мае месяце. Я выступал на других конференциях, в том числе в Одессе. В этом году я был на конференции Java Day, которая была организована в Минске. И вообще, кроме того, что я работаю разработчиком, я еще преподаю на курсах программирования. Итак, сегодня мы поговорим про Java 8. Почему по Java 8? Почему по Java 8? Потому что очень интересный релиз. Один из самых ожидаемых релизов по языкам программирования. Самый ожидаемый, в том числе потому, что он задержался очень сильно, больше, чем полугода. Который будет привис в статюле прошлого года, вышел на марте этого года. Это мой доклад. Идут пересказом спецификации Java. Мы на наших курсах уже применяем. Java 8 относительно. Уже придется некоторый опыт. Плюс я был на трех докладах, которые организовала компания Oracle. Где рассказывалось про Java 8 и так далее. Мы вам попросили в последний большой опрос по поводу версии Java. Кто использует сейчас версию Java 4? Стесняется, да? Кто использует Java 5? Java 6? Java 7? Java 8? Java 9? Это не так пришло, потому что Java 9 начало разрабатываться. И в конце доклада мы немножко поговорим о Java 9. Только незамутно напомнить о том, что, скорее всего, появился в этой версии. И так, почему так сильно ждали этого релиза. Вот это диаграмма с сайта GitPool, на котором показано рост интереса работодателей к так называемым JVM-based языкам. То есть языкам, которые компилируются в Java bytecode и запускаются на JVM. Выкидыш начиная с 2008 года. Очень большой рост. Практически всех трех языков. Еще есть язык Kotlin, который мало популярен, но тоже разрабатывается. Почему так возникло? Потому что Java в последнее время затормозилось. Это связано с покупкой компании Oracle и с другими причинами. И привело к тому, что появились новые языки, точные функциональные языки, которые стали набрать популярность. И Java стал таким языком программирования. Кому за 40. Поэтому... Баг... Нет, в Java 8 нет багов. Я использую ее больше как полгода. И поэтому компания Oracle выпустила байт этого года от Java 8, который призван сдвинуть нитокое представление. Вот, например, диаграмма по поводу функциональных языков. Наверное, как вы слышали языки Haskell, Erlang, R и многие другие, которые тоже постоянно популяризируются. И это одна из причин того, что в Java 8 тоже была попытка добавить функциональное программирование. Итак, Java 8 кодовое название Kenai и спецификается JSR337, по которой вообще она разрабатывалась. И уже можно говорить, что Java 8 была вдохновена первым языком Scala. Очень многое было взято оттуда. Библиотекой Yoda. Кто использует библиотекой Yoda? Многие используют. Для вас многое будет сегодня знакомо. и библиотека Google Guava. Кто ее использует? Тоже блога. Многое было взято после того, чтобы человек мог спокойно перейти с один библиотек на Java 8. Итак, какие интересные возможности в Citex'е появились в Java 8. Это проект Labda. Streams API. Именно так он называется. Не Streams, а не Streams API. Потому что Streams это совершенно другое. Функциональные интерфейсы. Библиотека Java Time. Method References. Новые аннотации. Движок Neshorn. И аккумулятор. Итак, начнем. Вот интересный факт о Java 8. Насколько компания Sun and Oracle следит за обратной совместимостью. Есть такой класс FRED. В нем есть метод STOP. Который был деприкейтед в 2008 году. И только в этом году его переписали. Он сейчас просто в душе ракидов EXCEPTION. Причем там был такой интересный момент. Взяли все проекты с GitHub. И проверили, что никто в этих проектах не вызывает этот метод STOP. Кто-то знает, почему он деприкейтед был? Ну, он может перевести в дедлоку. Поэтому он деприкейтед и его не стоит использовать. Вот расписание Java 8. Видите, первый релиз Минстон 1 появился еще 2 года назад. И она разрабатывалась целый 2 года. Вышла успешно 18 марта. И текущая версия 1.8.0.11. Попробуем выйти во всех фичах Java 8. Если интересно что-то более подробное, вы можете выйти и рассмотрим более подробно. Итак, как это работает Java 7. Все мы знаем, что для того, чтобы запустить поток, необходимо ему передать некоторый объект класса, который реализует interface runable. Вот простейший пример. То есть он принес свой класс, который реализует interface runable. И передаем запиар этого класса на управление потока. Потом люди поняли, что слишком много кода. И решили вот так переписать, используя анонимные классы. То есть мы задаем динамический анонимный класс и передаем ему потоку. Но опять много кода. И самое главное, что вот этот вот код инфраструктурный, создание класса и так далее, он замотняет код и не дает его, не дает соответственно бизнес выражения. Поэтому теперь Java 8 можно вот так писать. То есть мы заменили наш анонимный класс, заменили лямбдой. Что здесь интересного? Ну, во-первых, привез такой вот элемент, как стрелочка, которого раньше не было. Которая отделяет список объементов. У нас их метод, потому что функция run. Она не понимает объементов. И она делает функции. Вот анонимные классы. И вот лямбдовыражение. Стало много проще и понятнее. Тоже можно заменить лямбдовыражение. Можно заменить любой интерфейс, в котором есть только одна абстрактная функция. В Java теперь для этого появилась аннотация functional interface. То есть интерфейс, в котором одна функция и, естественно, только одна ответственность. Вот такой интерфейс вы можете заменить на лямбдовыражение. Что если нужно заменить анонимный класс двумя строчками? У нас была одна строчка, все просто. Если две строчки, то появляются еще фигурные скобочки. Вот одна, вот вторая. Для того, чтобы это копирировалось. Еще одно интересное применение. Вот, допустим, такой интересный код. Что он делает? Он не сортирует. Да, это реализация компаратора, интерфейс компаратора. Для компараментализованного типа линтажа. Т.е. он берет два аргумента. И с вами превращает либо минус один, либо один, либо ноль. И потом мы его используем. А вот тоже самое использую лямбда. Что здесь кажется странным в этом коде? Прикронная. Прикронная, это еще что? А я думаю, что R1 типа 0. У нас переменные без типов. У нас переменные без типов. Уже там компилятор сам кормет, что типа реализирует и прискакивает компаратор линтаж и сам подставит и нитча в типы переменных. Да, спасибо. Вот. Это, по-моему, первый пример Java, когда у нас переменные без типов. А нет типов. Компилятор сам их может вычислить. И если у нас используется вот такой вот код, то мы можем писать две слова RATURN. То есть Java вернет результат выполнения вот этой вот этой строчке. Тоже Scala. Как она работает Scala, так она теперь работает в Java. Можно и так писать. Это не будет ошибкой. То есть, если вы указываете данный тип, то, в принципе, так короче и понятнее. То есть, если у вас компаратор линтажер, то эти две переменные тоже будут типа линтажер. Какие вопросы? Хорошо. Вот такой код из Java 7. Почему он у меня не хочет копилироваться? Да, у меня мы используем локальную переменную, есть функция made в линтажерном классе, поэтому мы должны сделать ее final, и тогда он будет копилироваться. Это называется Capturing Variables. То есть заплатываем локальную переменную. Почему этот код стал копилироваться в Java 8? Да, в Java 8 появилось такоматике как effective final. То есть, если у вас переменная присваивается и больше не изменяется, она считается effective final, и вы можете использовать ее в лямбре. Но, если вы пытаетесь ее здесь изменить, то будет ошибка компиляции. Java это сделать не позволит. Это тоже улучшение для лямб. Вот, в принципе, если у нас используется несколько строчек, то вы можете вернуть выражение из лямб тоже с помощью return, как и раньше. Здесь вы присваиваете локальной переменной и дальше ее возвращаете. Ну, никогда не бывает все идеально. У любой технологии есть плюсы и минусы. Минусы есть и у лямб. Во-первых, лямб не сериализуемые, вы не можете ее сериализовать. Во-вторых, вы можете заменить лямбой только функционал интерфейс, такой равный sum, single abstract method. Вы не можете использовать this для лямб. И, такой вот интересный нюанс, вы не можете заменить лямбой абстрактный класс. Даже там только одна абстрактная функция. Это отличение для лямб. Почему нельзя использовать this? Потому что они абстрактные. Потому что лямб это не арендуют классы. Они реализованы сейчас специально. Да. Ну, мы можем там поговорить. На самом деле, иногда лямб заменяются статистическими функциями, которых this невозможно использовать. Поэтому это ограничение, что ключевое слово this для лямб не применено. Я так долго держу. Значит, появление лямб привело к тому, что был очень сильно переписан код java и появилось очень много некстальных интерфейсов. это function, predicate, consumer, supplier и binary operator, которые стали повсеместно использоваться. Он тоже взятый из guava. Итак, в чем отличие? Ну, function это понятно. Это функция, которая принимает аргумент, возвращает результат выполнения. predicate, да, тестирует условия. То есть, берет некоторое выражение, возвращает to be false. Consumer это нечто, что выполняет просто операцию, а supplier это нечто, что возвращает дамбу, данный поставщик. И, в принципе, очень много java, чуть позже поговорим, она построена на этих всех функциональных интерфейсах. и, в принципе, наверняка многие из вас уже слышали про лямбда, узнали сейчас побольше, и наверняка для вас не стоит вопрос, использовать лямбды, или не использовать. но на реальных проектах, как вы думаете, из этих параметров, которые мы до сих пор рассматривали? В случае использовать лямбды, или анонимные классы, которые на это могут повлиять? да, перформанс, то есть хорошо, мы заменили ламбды на лямбды, откуда стало меньше, а как это повлияло на перформанс? потому что бывают проекты, где перформанс важен, и я специально проводил тесты на последней версии, где использовал простейший лямбду, интерфейс лямбду, простейший анонимный класс, и это привело к таким вот интересным показателям. Значит, для теста на обычное выполнение, на лямбда против анонимных классов, оказалось, что анонимные классы работают быстрее, не 7, но быстрее, процентом 10. Capturing, это когда у нас есть локальные переменные, которые используются в лямбде или в анонимных классе, оказалось, что практически одинаково, под InCash, когда очень много вызовов подряд разных лямб, когда происходит линковка, оказалось, что анонимные классы все равно выигрывают, процентов на 12. но это, опять же, на последней версии джал. Поэтому, если вам очень важный перфоманс, то нужно подумать, что это использовать в местах. Вот еще один интересный пример по особенности лямб. Допустим, у вас в лямбдах произошла exception, и вы получите вот такой вот stack trace, из которого, в принципе, мало что понятно, в какой лямбде это произошло и так далее. То есть потерялась немножко информативности, потому что лямбда заменяется на вот такие вот типы данных. Тоже самое, если вы получите лямбду как можно сделать в лямбда.getclass, то, что вы получите, это будет тоже нечто, которое тяжело понять. Хорошо. Затем с другой стороны. Вот, мы хотим написать свой компарат, но уже не вышло записывать условия сравнения, а использовать функцию compare, которая появилась в JavaScript, которая сравнивает просто два и даже числа. Так, функцистическая, то есть все нормально. А вот то же самое в JavaScript. То есть что мы сейчас делали? компаратор у нас компаратор, это функциональный перфейс, мы заменили на метод compare, вот таким образом. То есть указали класс, два двоеточия и название метода. это основан метод traces ссылки на metode то есть если у нас функция compare и эта функция compare одинаковые по сигнатуре, то вы совершенно спокойно можете присваивать ссылку на метод в качестве социального профессия. Если этот compare метод физический, то вы используете название класса, если он instance, то название объекта. Вот интересный пример, когда мы используем ссылки на создание объекта. Если у нас используется в качестве метода new, вот этот вот код, это будет код, который будет создавать новый объект realist, который предложил нас другом. И таким образом мы можем присвоить объекты интерфейса supplier. Такой, что такое supplier. Допустили данные, можем присвоить ссылку на этот little difference и каждый раз, вызывая factory get, будет создаваться новый realist. Вот такой вот интересный подход. Можно этот factory сделать так, чтобы я не стринговый realist получал, а определенного типа, например, list integer, factory get, чтобы он не возвратил integer. Да, ну вы просто замените здесь integer, integer get new, да, а здесь будет у вас integer. Если я не знаю, какой у меня будет, могу я там тэшечку поставить, либо есть какой вариант? Ну, скорее всего, да, здесь нужен какой-то класс, который будет развиваться. Опять же, вращаемся в Java 7. Вот такой вот интересный код. Так бывает. Что он вернет? Что будет в result? Да, будет список, в котором будет всего один элемент, 10. Кто такой подписал в своей жизни? Два человека писали. Да, я думаю, что многие писают такой код, да, это итерирование по коллекции, вот, потом какие-то проверки, вот, и добавление в другой список или коллекции. Что же здесь плохо? Плохо в том, что мы здесь вот, за этим кодом, скрываем нашу бизнес-функциональность, да, допустим, вот, мы писали в V10. При этом вот вся инфраструктура, это бизнес-правила. Это все привело к тому, что в Java 8 появился streams API. Streams API как метод функционального программирования. То есть мы абстрагируемся от операций, от объектных циклов итерирования, а просто используем функции vStream API. Так это делается. Для этого у коллекции есть функция stream, которая возвращает вам объект интерфейса stream, который может делать очень многое. В данном примере функция filter, вот, она является, принимает predicate. То есть она принимает вот такой вот параметр string-guide, это элемент коллекции, вот, и здесь мы используем глянду, то есть каждый item из коллекции мы сравниваем сети. Если у нас item равен сети, мы добавляем в итоговый stream, если не равен, то он удаляется. То есть фильтр работает как нечто, которое отфильтровывает ненужные данные. Функция filter возвращается в новый stream, для того, чтобы превзывать его в лист, мы вызываем функцию collect, и передаемый коллектор, например, конвертировать в лист, снова в лист, и потом можем его использовать. Здесь мы узнали о том, что методы в stream'ах делятся на терминальные и прижуточные. терминальные заканчивают, вот, цикл функций, а прижуточные вызывают новый stream, следует новый stream. То есть фильтр прижуточные, потому что он возвращает stream, коллектор терминальный, он возвращает лист. то есть такой вот подход позволяет приватить операции над stream'ом, как pipeline. То есть мы раз за разом вызываем новые функции, которые возвращают новый stream. stream, он независимый, после каждого вызова фильтра и так далее, или же это как builder, то есть он модифицирует состояние? Исход был не модифицирует, но он модифицирует состояние stream'а. Единственное, что, для различных операций, так называемого производится lazy evaluation. То есть, когда мы называем фильтр, на самом деле, что он не делает. Да? Он помечает, что мы хотим фильтровать, только когда мы достигаем первой терминальной операции, только тогда производится уже конкретное действие. А какие ограничения по потоку безопасности, что из-за этого можно и использовать в разных местах, сколько безопасных действий? По потоку безопасности? Ну, такие же, как и к обычным переменным items. На коллекции ничего нельзя пересмотреть только вам. Да? Вопрос? А вот и микрофон сейчас. Можно ли не писать stream'а? Да, можно. Это же лямбда. Поэтому, Java поймет, что если у нас лист string, то здесь будет у нас перемен от типа string. Если я именно выкрую, и есть оператор, то есть, то есть, есть, если, в Java 8, это тоже, что-то такое характерное, то есть, не объявляя, не объявляя, не объявляя переменную stream'а, там вообще, допустим, есть такой тратер, ну, просто IT называется. При вызовах IT, мы переходим, по умолчанию, используется IT. В Java есть такое решение. Ну, в, в принципе, есть, функция forEach, да, если взять forEach, то он применит, вот здесь вот item, тоже каждый элемент из коллекции, ему интересно что угодно. Хорошо, более сложный пример. как вы думаете, а что делает этот код? Значит, что у нас здесь есть? У нас здесь есть коллекция из объектов класса person. Значит, функция нам что делает? Она берет каждый элемент коллекции, а это объект person, вот, и замещает его, вот, на это, да, а это, это имя человека, да, то есть, мы предлагаем, что в прошлом есть функция getName, да, то есть, у нас будет после этой операции коллекция стрингов, а здесь мы поставляем, опять же, ссылка на функцию length, а мы можем ее выставить, потому что у нас коллекция стрингов, а в стринге есть функция length, да, то есть, получаем, в конце концов, стрин, из этого элемента, у которого будет число 4. А тут видите, как и стремился API, и лявда, и референс, все вот, сложилось. А вот сейчас микрофончик. не сложение, а мы заменим каждый объект person на длину имени для этого объекта, для каждого. Да, мы терминальный метод не вызвали, то есть, да, не вызвали, мы получим стрим, потом можем из стрима сделать лист, еще что-то. если вы захотели, как-то ограничить, да, вы можете, перед нафигом, сделать фильтр, отфильтровать, а потом уже для одного. как вы думаете, что мы получим после этого? куда? Да, но это будет только в одном случае. Да, если будет конструктор, который принимает тип стрима. А почему? Потому что здесь мы делаем мэп, да, даем объект person, но и даем стрим как параметр конструктора. А есть объект конструктор с типом object? object? Ну, тоже, наверное, будет, object это базовый класс для всех объектов. Может, вопрос заранее, но IDE готовые, они мне покажут, если у меня не будет конструктора со стрингом или object? Например, только конструктор по default. я не уверен насчет админс или IntelliJ, но и точно покажут. я просто пользуюсь веб-кликсом, так как я не знаю, кабрики DE, но когда вышла Java 8, то веб-кликсе обычно тоже появилась поддержка Java 8, да, более того, сейчас вышла новая версия квинкса символа и там тоже есть эта поддержка уже изначально. Выбирайте Java компанию версии 5.5.1.8 и все, вся возможность у вас достанавливаться. веб-кликс 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 т.е. веб делает mapping reduce собирает стрим в одно значение да, вот мы get вызвали, она вызвала то есть get это дает значение. Как работает функция reduce? Она принимает два объема . и выполняет операцию. т.е. над каждыми двумя элементами из коллекции производится операция, ее результат это и будет в конце концов то, что возвращает функцию reduce. Так как мы возвращаем каждый раз наибольший элемент, то в конце концов reduce он сожмет наш стрим до одного значения это будет максимальный элемент в Teams. В данном конкретном случае есть элементы в него можно приближаться к списку 20 более 10 ну как он делает сейчас он ее сравнивает первый, второй получает какое-то значение то сравнивает его с третьим то сравнивает его с четвертым и т.д. будет всего где-то миллион а если один элемент будет? если один элемент будет ну я думаю что он просто не будет ничего вызывать и просто объект 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 может сделать перерыв или продолжать сделать нет? нет это за перерыв а то нет хорошо да а вот тоже самый код но Java 7 это вот Java 8 это вот Java 7 вот поэтому Java 8 вот он позволяет что делать? сфокусироваться на нашей бизнес-операции да то есть убрать различные адвок еще одно полезное нововведение стресс-апи это наконец-то в Java появилась поддержка склеивания строк я думаю многое связано с таким вот задачей есть коллекция строк нужно их объединить просто объединить или с каким-то раздетелем да вот появился коллектор joining вот и подает это разделитель вот и как вы думаете что почему тронет текст? а и b да можно не указывать ничего здесь и будет туда просто а b это тоже в принципе эффективно вот нужно создать свой код который будет создавать скринбилдер проходить по всей коллекции давайте далее можно прямо написать этот код вот это будет более наглядно значит есть два типа стримов это последовательные и параллельные да последовательные стримы это то, что мы сейчас делали да эстетически это некая обертка над стримом CPI параллельная это стримы где производится действие не над коллекцией параллельно до того, чтобы создать параллельный стрим мы создали функцию не стрим а функцию параллельным и она уже сидит на параллельный стрим да на самом деле это очень интересно потому, что это Это первая попытка в Java, и я, кстати, неявно распараллельный. То есть раньше нужно создавать кул потоков или поток, отдавать задачи на выполнение, сейчас мы пишем параллель стрим и получаем параллельное выполнение. Как это работает внутри? Он создает в себя fork joint pool, без такой кул потоков, и, используя его, распараллеливает задачи, которые мы им даем. Вне как возникает вопрос, какой лучше стрим? Последовательный или параллельный? Как он будет? Закончить. Закончить. А когда вы делаете ситуацию? Ну, когда лучше от последовательного, когда лучше параллельный. А когда он может дожидаться последовательно? Задачи лучше делятся. А когда он легче будет? Можно вопрос? Да. Оно вообще будет параллельно просто выполнять? По идее, reduce, операция, ну, ее нельзя выполнить параллельно, в общем случае. Ну, я не могу сказать ничего. Ну, MAP можно сделать. Фильтр можно, reduce. Мы не можем разбить стрим для того, чтобы сделать reduce на несколько частей, просто потому что мы не знаем заранее, ну, reduce предполагает свертку либо слева, либо справа, то есть в данном случае это всегда будет свертка слева. Свертка подразумевает то, что мы обращаемся к элементам один за одним, аккумулируя какой-то результат, то есть в reduce в принципе невозможно сделать никакие параллельные вычисления. В MAP можно, фильтры тоже, можно в reduce и нельзя. Ну, почему? Вам предложили сбить коллекцию в две части, сначала для точек сидят, а потом для другой. C плюс B для дабла. То есть оно не транзитивное, да, оно не, нет, оно транзитивное, оно не коммутативное. Это раз и два, вот это в данном случае у нас x больше y, ну, если x больше y, тогда x иначе y. А вот там, если x больше нуля, тогда x, иначе там y больше нуля, тогда y. И в данном случае мы конкретно зависим от того, какие предыдущие значения элементов были до вот текущего вызова этой функции. Оно не свернется параллельно никогда. Ну, хорошо, вот эти, я код запускал, вот работал. Нет, он будет работать. Просто он будет параллельно. Как Вас зовут? Паша. Павел, да? Ну, вот так защищать параллельные стримы. Да, ну смотрите, я не могу сказать точно, как это работает параллельно. Вот, но я думаю, что инженеры Oracle как-то вышли в таком положении. Вот, вы можете дома поставить, допустим, код запустить и проверить, что параллельно ли нет. А есть еще какая-то возможность повлиять на вот join pool, который создается, потому что, ну очевидно, что потоков не бесконечное количество. Если мы как-то заблочим эти потоки, сколько там создалось по дефолту, каким-то сложными операциями, то все остальное будет стоять. Да, я поговорю чуть позже об этом. Значит, я сделал тест, опять же, взял два стрима параллельный и последовательный, вот, и выбрал два типа операций. Операции с ожиданием, где добавил одно миллисекунду ожидания и две быстрые операции по этого чтения. Вот, что получилось. То есть, для медленных операций параллельный стрим работает в два с половиной раза быстрее. Для быстрых он работает в восемнадцать миллиметров. А почему? Потому что сдаётся for join pool, сдаются потоки, разбивается задача, просто собирается. А поэтому для быстрых операций он не эффективен. В каком случае сдаются задачи? То есть, когда обычно определяется ограниченное значение, ниже которого разбивается уже не скоро? Ну, это называется for join pool. То есть, я, честно говоря, не попал в глубоко, то есть, как это делается. Но моё представление, что, допустим, у вас бывают три потока, и каждый из потоков выполняет задачу, если возможно, справление. Значит, как Вас зовут? Нет. А, Вадим. Да, хорошо. Вот вопрос про уровень параллелизма. Значит, по умолчанию for join pool создаёт столько потоков, сколько у Вас процессоров. Да? Есть такой класс runtime. А, да, верно? Вот. У него есть функция количества потоков, и столько на верно, столько будет потоков для Вашего параллельного стрима. Вот. Вот. Но, если Вам это не нравится, если оно не подходит, Вам хотите сделать больше или меньше, тогда есть такое системное свойство, вот это, немаленькое. Вы его изменяете через system set property, и тогда у Вас будет столько потоков, сколько усвоить этому свойству. А для конкретного вызова параллель-коллекшн нельзя это поменять? То есть это глобальное свойство? Это глобальное, да. Глобальное. Смотрите, здесь такой подход, чтобы как можно больше туда абстрагироваться от явного параллелизма. Да? То есть здесь принцип такой, чтобы джава сама занималась астрагированием, а вы туда абстрагировались. Хорошо. Как Вы думаете, что здесь происходит? Да. То есть видите, здесь у нас, опять же, с помощью стримов упростилась задача. Итак, мы из функции generate, которая принимает генератор на случайное число, вот, ограничиваем 100 числами и каждое из них выводим. Опять же, здесь нет референс, который принимает некоторые общие. Вот. Здесь я показал более резонуто. То есть, random. Random – это мы заглянили интерфейс supplier. Потому что на random он возвращает каждый раз даблум. Вот. Естественно, это очень похоже на supplier, который параметризирован типом дабл. Да. То же самое, как здесь. Тут просто более резон. Кто писал такой код? А что он делает? Да? Сумма что? Сумма что? Нулей. Он прочитывает. Тут нулей. Но, в принципе, он суммирует массив. Сумме этого массива. Он тоже самое, в Java 8, толькоkee Role 3, это параллельно с умством王om. То есть мы их привязывали массив в стрим, сделали его параллельным и потом просто собирали. Что лучше? Для строк? Для строк? По-моему, сам по-моему, только для числ. А в том, что дебажить как бы? А что лучше здесь дебажить? Просто вызовы Java API? Да, так можно в 15 написать, но колбасу длинную. Не надо писать. В стол разбивается на небольшие кусочки и ты присваиваешь временным переменам, что тебе нужно. И на самом деле это стиль, к которому, ну то есть, Java точно так же можно сделать длинную-длинную колбасу, но это считается моветон. То есть считается, что так писать не нужно, потому что вы сами себе создаете неприятность. Временные переменные это не проблема. Вы создаете столько, сколько вам нужно, чтобы это стало вам понятно и удобно для использования. То есть не делайте колбасу. Сильно. Хороший девиз. Ну, на самом деле я постоянно повторяю, что Java 8 это новая парадима программирования, новая идеология, новое мышление. Понятно, что так человек не привык еще писать. Вот. И это стриж обрабатывается. Вот. И появляются новые какие-то правила. Ну, мне кажется, такой стиль более красивый, чем вот такой. Да. Вот. Ну, я думаю, все такой коп видели. Нам можно вывести тысячу чисел в косой. Да. А вот тоже самое Java 8. Да. А вот тоже самое Java 8. Да. Можно. Ну, я сделал, чтобы было более понятно. Ну, опять же, видите, понятно, что здесь точек тоже 3. Вот. Но тут уходы от явного такого Citrix от Java. Да. Больший вход мы сами опрограммируем. Мы говорим и stream, что нам нужен интервал от 0 до 1000 не включая. Да. Мы получаем стрим. Вот. И потом с этим стримом делаем, что хотим. В данном случае мы его вводим в консоль. Шаг можно продавать? Шаг... Ну, не знаю, честно говоря. Не проверяю. Наверное, можно. Значит, я сделал, опять же, проверку на то, что мы тест выполнил. Ну, тест выполнился. Что быстрее? Streams API. Да. В том плане, как он интернирует. Или традиционный Cycle 4. Да. Вот традиционный Cycle 4. Да. 4-H loop. Который вводит, ну, интернирует по коллекции. Вот. А тоже самое 4-H уже для Java 8. Которые действия еще быстрее, медленнее и так далее. Что показал этот тест? 4-H loop традиционный, из Java 5. 35 см. 4-H, используя лямбду. То есть вот так вот лямбду. Где-то в 2,5 раза медленнее. Вот. А 4-H, где мы указали явно некоторый объект, это число кассивно, 12. То есть в 3 раза быстрее, чем даже в половине. Вот такой странный тест. Почему? Ну, скорее всего, лямбда еще не оптимизирована до конца. Вот. И вот обещают, что в версии 1,8-20 там вводки по улучшению по перфомансе. Какие появились изменения в интерфейсах? Вот например, некоторый интерфейс Loader. Loader, в котором 2AB. Можно ли взять просто выбрать от него новый метод? Конечно. Если кто-то имплемитирует этот интерфейс, то как бы они сломаются. Особенно если это другие проекты или что-то еще. Да. То есть это не будет больше работать. Не будет работать, потому что мы в эти классы, которые написаны давно-давно, мы в них не реализуем интерфейс. Это, на самом деле, главная обоя в основном для разработчиков Java и разработчиков других компонентов. Потому что им приходилось постоянно приводить новые интерфейсы. Иначе бы все поломалось. Вот. Поэтому, появились основные дефолтные методы. Что такое дефолтные методы в интерфейсе? Это функция, у которой модификатор дефолт. Вот. И она держит какую-то реализацию. Да. То есть, наконец-то в интерфейсах появился исполняемый код. Не все это поняли на расклона. Вот. Но, тем не менее, это давность. Вот. И скал тоже такое есть. Называется трейтинг. Вот. И теперь привод Java 8. Раньше усиление было вопрос в забеседованиях. В чем отличие интерфейсов от абстрактных классов? Да. И говорилось, что в интерфейсах нет исполняемого кода. Как вы думаете, что сейчас такое отличие интерфейса от абстрактного класса? Он не имеет значение. Отличие есть. Почему нет? Все методы по конструкторам. Расследование можно только из методов, по arterифейсам множественное расследование. Хорошо. А еще что? Давай. Конструктора нет. И не известно, можно ли его переопределить потом. Все методы по hij twitter. И самое главное, что в попрежнем интерфейсах нет полей. То есть, в красный классик она есть, интерфейсы нет. Хорошо. Давайте посмотрим на такой интересный пример. У нас есть два интерфейса, Runner и SuperRunner. И в них один тоже доходный метод. Как вы думаете, если мы в некотором классе добавим, что он реализует оба интерфейса, вызваем функцию run. Какая из них вызвала себе? Компайл-таморор, наверняка многие знают. Потому что Java не будет знать, какую из реализаций выбрать. Хорошо. А такой вопрос. Если мы возьмем, опять же, интерфейс, в котором будет дефолт и метод, а также будет у класса базовый класс, в котором будет... Какой же это? Какой из них вызвается? Базовый класс. Да, базовый класс. То есть, он более приоритетный. То есть, дефолт метод, в принципе, это такой крайний случай. Еще одно нововведение, это то, что в интерфейсах наконец-то появились статичные функции. Как вы думаете, зачем они нужны? Ну, раньше же их не было. Когда появились, почему они появились? Ну, какой пример под use case, чтобы без них не обойтись? Да. То есть, например, раньше было как? Был интерфейс collection, где были методы для collection. Был класс collections. Как вы знаете, collections, это уделительный класс, в котором были функции сортировки и так далее. То есть, два типа данных. Теперь с появлением функций, которые статичные, это больше не нужно. Вы добавляете такую функцию в интерфейс и спокойно ее пользуетесь. Единственное ограничение, вы не можете сделать дефолтными в интерфейсах при методах из класса object. Это иконус, кашекот и кустринг. Почему? Ну, такой сложный вопрос. Одна из причин, то, что они, в принципе, уже есть. Каждый класс следует object, и в них есть эти функции. Поэтому делать дефолтными нет смысла в принципе. Хорошо. Вот у меня есть, опять, Java 7 и вот такой интерфейс Product Service. Это сервис, который работает с продуктами. Он вращает продукт к идентификатору и сохраняет продукты. И вот функция run. Что я делаю? Я получаю, например, некоторый продукт с идентификатором и ввожу его название. Вот этот код, насколько он хороший. Да. То есть, на самом деле, что будет, нет такого продукта. Да? Мы получим здесь null и получим здесь null pointer exception. Наши программисты что делают? Они делают проверку на null и так далее. А что если мы забудем эту проверку? Которую можно? Правильно? Вот. Вот такая проверка. Вот. И кроме того, по сигнадуре функции findCoderById. Вот она. Совсем понятно. Она может навозвращать, если не будет такого id, и мне она будет вот эту exception кидать. Что не очень хорошо. Поэтому в Java 8 появился новый класс, который называется optional. Опять же, это мы в день не искали. Вот. Optional. Как его можно использовать? Ну, во-первых, как его возвращать? Если у нас здесь product now, мы создаем пустой optional. Вот. Таким образом. Вот. А если в кодах null, он конкретный, то через функцию off, получаем объект класса optional. Вот. И теперь в клиентском коде мы проверяем, если optional is present, то функция объект возвращает нас снова продукт. В чем удобство такого подхода? Потому что и там и там может быть ошибка. Если мы не проверим на is present, а возле get, то будет снова ошибка. Правильно? Но. Теперь, когда мы указали, что функция вызывает optional, то программист обязан проверить, есть ли там что-то и нет. Если он не проверит, то это будет уже ошибка программиста. Да? Вот здесь, в принципе, это не обязательно. А здесь уже, в принципе, это является нотума близкостью. Можно дополнительное значение? Примисать или немножко. А что такое дополнительное значение? Ну, то есть если там будет null, то он берет какое-то условие проплости. Обычно мы сделали. Видите? Если пользоваться null, то возвращаем optional empty. Вспомогательной функции, ну, что на optional, которая это делает в одну операцию, нет. Как-то очень сложно. Можно же проверить, что если null, то вернуть сразу автоматически empty. Если не null, то вернуть это и вернуть потом. Допустим, не бета, а там бета. Скалат, на самом деле, делается одним вызовом. Не такая вот сложная конструкция. Честно говоря, я не помню. Честно говоря, я не помню. Честно говоря, я не помню. Возможно, это можно. Там есть, там есть, там есть, там есть, там есть, там есть. Хорошо. Кто любит работать с Java-Util-Date? Здравствуйте. Как создать Java-Date, зная, день, месяц, год, число и секунду? Честно говоря, пока я иду. Да. Вот такой вот код. Ну, вы знаете, что Java изначально была языком инновационным. То есть там были некоторые вещи, которые сразу стали популярными. Но не Class Date. Сразу после выхода Java 1.0, в 1.1 многие функции Days, Claving, Decaded. И Class вообще был объявлен неудобным использованием. И в Java 1.1 появился календарь, который тоже был объявлен неудобным использованием. Но, тем не менее, инженеры Oracle очень долго не хотели ничего менять. И разобродили код. Он постоянно кочевал из проекта в проект. Благодаря чему появился проект Neuroda. Который, в принципе, решил и решал многие проблемы. И вот наконец-то Java 8.0 инженеры Oracle сдались. И сделали новый пакет, который назвали Java Time. Значит, ну, те, кто работает с Yoda, тот покажет знакомым. Вот, например, как создать дату, зная год, месяц, число. Здесь мы используем класс LocalDate. LocalDate – это локальная дата локальной покупки. То есть, нас интересуют никакие зоны. Нас интересуют просто локальные даты. Больше ничего, мы используем класс LocalDate. Что еще интересно. Можно в LocalDate узнать, например, день недели. Появился новый номерейший DayOfWeek. Появился новый класс YearMonth. Интересно. То есть, только месяц и год без числа. Ну, например, деблаговательские впечатления очень подходят. Нам не нужен день, месяц и год. Аналогично в LocalDate появился LocalTime. Если LocalDate содержит только день, месяц и год, то LocalTime содержит еще и только время. Только время мы можем легко получить из LocalTime, например, час. Одна же класс LocalDateTime – это локальная дата и время одновременно. Когда же нужно привязать время и дату к какой-то временной зоне, появилось очень много новых классов. Ну, во-первых, появился класс ZoneId, который представляет собой временную зону. Например, функция GetAwareableZoneId превращает набор строк. Это набор временных зон, которые поддерживает ваш компьютер. Например, Киев, Минск и так далее. Ну, вы как раз знаете. Можно получить текущую зону, используя функцию SystemDefault. И появились новые классы для того, чтобы вычислять дату и время в какой-то временной зоне. Например, класс ZoneDayTime, функция Now принимает зону ID и возвращает текущее время в некоторую временную зону. Иногда вам неизвестна временная зона. Но вы знаете смещение. Допустим, у нас смещение 3 часа. Например, GMT и плюс 6 или плюс 5. Там вы формируете обеих вас в зону Offset. Например, 6 часов. И используете уже OffsetData. То есть, именно используя Offset. Ну, все знакомы на такой код. Здесь мы преобразуем строку. И образуем ее в объект класса Date. Наверняка вы все с таким кодом сталкивались. Вот то же самое Java 8. То есть, сам localDate умеет делать теперь parsing. И мы указываем еще вот эту константу. Это формат data. Вот и все. Вот Java 7. Вот Java 8. А в случае ошибки что будет? Ну, пользователя не поставили, пользователь ввел там... Нет, тоже будет таксовно, конечно. Будет говорить, конечно. А как это безопасно в сравнении? То есть, там каждый раз там делаются и полноценки. Или кэш-то, кто-то совсем не поставил. Еще раз. Можно? По секундочку. Дело в том, что симплодовик формат не потокобезопасный. А здесь она использует статический метод. Может, какая это потокобезопасная? Ну, должно быть появление потокобезопасных. Но тогда непонятно, как они проводили оптимизацию. То есть, они каждый раз создают какой-то объект не потокобезопасного. Или они сонхронизацию проводят? Или пункт там какую-то? Ну, честно, не знаю. Я там просто вызов только функции, которая сейчас дает делать парсик, сейчас дает новый объект local date, но не знаю, не буду больше. Спасибо. Вопрос. А кто же считает себя экспертами в Java 7? Нету? Ну, наверное, экспертами в Java, отлично. Из-за кем все вышли что-то уже, да? Сорок на методе вопросов. Аня, а почему вы не приглашали экспертов на Java 7? Экспертов приглашаем в качестве спикеров. А, ну хорошо. Красавчик. Как вот зовут? Человек просто получает заплату за то, что он ввалит из спикеров. Нет, плюс не получится, не заплатится. Хорошо. Так вот опрос. Как в Java 7, имея две даты, узнать, сколько между ними часы? Секунды вычести и перечитать там часы обратно. Нет, там по-другому. Там нельзя просто учесть. Там есть какая-то часы. Там есть какая-то часы. Задачи не было. Хорошо. Значит, теперь в Java 8 это стало тебе немного более удобно. Появилось два новых класса. Это Duration и Period. Duration считает разницу между временем. Так вот у него два объекта Instant. Instant позволяет, видите, делать очень просто переваление секунд. Если нужно, так далее. А период это разница между двумя датами. И можно, видите, здесь у нас разница между перевалением, здесь разница между датами и GetDate означает разницу в днях. Другой вопрос. Да. А вот это опять может быть класс Instant. Получить классы LocalDate. И они как-то с собой будут принимать или получать этот Instant? Ну, вы же видите, у меня период. Функция LitWin. Она принимает две переменные типа LocalDate. Да, конечно. Ну, было бы странно, если бы дуалерий период, он не был совершен с LocalDate. Да. Единственная проблема, которая до сих пор есть, например, в Java 8. Ну, кто использует хибернет? Все. Все используют. Да. Пока что нельзя использовать эти классы как типов данных для полей, которые вы заметили. нет еще поддержки. То есть приходится опять не до этой стримы. Появились приятные наведения в Java.io после добавления стрим с API. Ну, подумайте, что этот код делает. Убивает за вьюера. Убивает за вьюера. То есть, видите, у нас Lines возвращает уже стрим. Затем мы стрим фильтруем. То есть получаем только те строки, в которых содержит key двоеточие, а потом берем первую. Да. То есть поэтому, в принципе, скорее всего, он не всех делает фильтр, а только для первой. Да. И потом, если такая строка есть, то мы ее выводим. Видите, у нас как только что наша экспозиция. Вот. А что здесь происходит? Да. То есть мы получаем все файлы и папки на диске F. Потом их фильтруем. Да. То есть отсекаем файлы. Вот. И для каждой директории вводим ее название. Да. Тоже это появилось в Java. Java.io. Наконец-то появилась прямая поддержка кодинга B64. Вот. Нужно использовать какие-то патчи все-таки. Вот. А вы можете зашифровать данные и потом их расшифровать. Очень просто. Вот. Анотации. Допустим, у вас есть аннотация schedule, которая содержит поле when. Когда? День и день. Да. И вы хотите запускать некоторый процесс. Вот. Каждый понедельник. Да. Ну, наверное, задача не давать. А можно давать сюда еще одну аннотацию schedule и указать здесь, например, schedule? Можно? Нет. Java 8 не поддерживает такое. Да. А Java 8 поддерживает, потому что в ней появились так называемые repeatable annotations. Что они заключаются? У вас scheduled остается. Не меняется. Вот. И появляется. Вы должны добавить новый интерфейс над мир schedulers. Много аннотации schedulers. И указать в ней поле value. Которое типа массива аннотации schedule. Вот. И для scheduled еще указать, что она repeatable. И еще указать тип контейнера. Schedulers. И после этого вы можете сделать этот подход совершенно спокойно. Да. Как на классах перфекции это оказалось? Там, по-моему, можно было получить по типу аннотацию. Но как сейчас это уже шагит? Там, по-моему, вы можете получить сначала контейнер, вот schedulers. А из него уже получить аннотацию, которая есть. А, то есть она неявная. Да? Да, неявная. Но это еще не все, что добавилось в аннотации. Значит, в Java 7 и раньше аннотация могла быть применена только на объявлении чего-то. Да? То есть объявление типа, метода, поля, самой аннотации и так далее. В Java 8 появились Type Annotations. Для того, чтобы сделать аннотацию Type, вам нужно указать в таргете, что у него элемент Type Type Plus. И она становится Type Annotations. Вот. И после этого появилась полная свобода. Вы можете в цикличке все. То есть вы можете вставить аннотации практически для всего. Вот, например, что можно в Java 8. Какие-то аннотации получают будут использованные специальные функции? Конечно, да. То есть эта возможность, она чисто декларативная. То есть вы не можете явно сейчас ее использовать. Но, например, если у вас есть какие-то средства разработки, которые типа Type Checker, которые проявляют код, то используя их аннотации, подборкнул и так далее, они могут проявлять это, что у вас, если у вас перемены нет мал, то при попытке присвоить мал, они вам это покажут. То есть явно сейчас это бесполезно, пока вы используете какое-то описание кодеку. Как вы думаете, как переводится слово Neskru? Как? Ну, по-английски Neskru – это Vino. Да, по-английски Neskru. Да, по-английски Neskru. Почему решили назвать движок Neskru? Значит, до этого использовался в Java движок Rino, который был разработан Neskru. Но у него была одна проблема. Он был очень медленным. И настолько медленным, что программисты его не использовали. Поэтому инженеры Oracle в Java 8 его переписали, оставив движок на ее точке и добавил Neskru. Значит, вот как вы создавали ScriptEngine для Rino, и вот как вы создавали фунт Java с Java 7. Это код Java 7. А вот код из Java 8. Что произвелось? У меня столько званий движка. Да, у него был JavaScript и перестал Neskru. То есть перейти с одного на другой очень просто, и нужно очень менять. Вот я провел специальное исследование, тестирование на performance, которое показало, что, например, мы используем функцию print, да, в печати, то Neskru работает в 3 раза примерно быстрее, операция со строками до скандаза быстрее, и операция на арифметики в 14 раз быстрее. Как поняла спамы? Спамы чуть не тестировал, не знаю, честно говоря. Вот, но меня больше интересовал скорость. Потому что он, в принципе, и по скорости изменился. Collections. Появилось одно явное изменение в Collections. Кто помнит, как устроен хэшмэп? Да. Появили на корзинах, в каждой корзине есть каждый список. Выдерживание экспорт. Вообще не живите. Значит, ну, в чем проблема? Выяснилось, что у класса стрелк функция хэшкод, она иногда работает так, что она означает очень близкие значения. Это приводит к тому, что в некоторых бакетах попадает очень много элементов. И поиск по этому листу становится настолько медленным, что вообще не смысла его использовать. А сейчас, слушай, в планах? В некоторых случаях. Ну, я не знаю каких, просто в некоторых случаях. Просто там, когда хэшмэп, вот GSM, там комментарии написаны, когда хэш-хэша отдаётся. Там они обещают, чтобы принять Углеславу Курлу отставки, ну, около 8 или нет. Ну, там, реально, в комментариях все здесь. Может быть, честно. Я не читал вот. Но я знаю, что была такая проблема. И что сделали инженеры Углеславу Курлу? Они сначала написали функцию хэшкод в стрит. Вот. Но потом там снова были какие-то проблемы с этой реализацией. Они снова откатили её. И что они сделали? Они преобразовали вот этот вот список в склассивное дерево. То есть, что происходит? Мы добавляем элементы хэшмэп. Вот. Растёт у нас этот список. Если обнаруживается, что некоторые корзины много больше, чем остальные, то хэшмэп сама перестраивает список в дерево. Афетически, в небо. Это, по идее, должно ускорить поиск в этом бакете. Вот я взял для тестирования такой класс качества ключа. Сколько здесь будет бакета воспользоваться? Да, 2, потому что я возвращаю остаток от 9 на 2. Я использовал такой код. То есть, я создаю хэшмэп, добавляю в неё значения, а потом эти значения получаю по ключу. Так вот, тестирование показало, что когда у нас 1000 элементов, то Java 7 работает быстрее. 5000 Java 8 в 1.5 раза быстрее и 15000. И чем больше элементов, то уже в 2 раза и так далее. То есть, в принципе, скорость работы увеличивается. Понятно, что с того, что перестраивается список в дерево, возникает некоторое торможение, но потом оно себя окандует. Опять же, это не явно. То есть, вы ничего не должны делать, чтобы сама себя перестраивать. Аккумуляторы. Очень часто задача – это работа с числами в многопоточном приложении. Когда есть некоторое число, которое изменяется разными потоками. Как мы эту задачу решали в Java 5 или Java 7? Да, атомарные выражения, атомарные перемены. Все это работает, основывается на новых особенностях процессоров и так далее. Но в Java 8 появились аккумуляторы, которые лучше работают, когда необходимо накапливать информацию. Я тоже сделал тестирование. Значит, этот атомарный сумматор, он использует в качестве этапливающего элемента Atomic Long переменную. Мы здесь его накапливаем и в качестве противобеса использую умулятор. Это класс LongGather. Тут функция просто At. И вот у меня код, который создает эти сумматоры, два разных, и тестирует их на разное количество потоков. Так вот, что показал код, что, в принципе, на одном потоке LongGather работает где-то в полтора раза быстрее, а когда количество потоков увеличивается, то видите, что тут уже в 4,5 раза, тут уже в 10 раз. Потом не меняется время, потому что у меня 4 процессора оказалась система, и в большее количество потоков параллелизм исчезает. Посмотрите, у меня 2 потока, хорошо, 4, хорошо, после 4 процессора. Потом уже здесь нет эффекта, но Atomic Long работает чуть лучше, но всё, вы видите, там 10 раз уступает, чем атомарный элемент. Но, опять же, только если вы делаете накопление данных, тогда идёт вещь. Если у вас просто доступ к одной той же переменной на изменения, то вот тут без атомиков не бойтесь. Метаспейс. Кто из вас получал первую гену Роу? Хорошо. А что эта ошибка означает? Классная. Да, означает, что исчезло место в permanent generation памяти. Потому что permanent generation это некоторая область кучи, где мы помещаем вход в загружаемых классов. Если вы используете какой-то мощный фреймворк, как Hibernate, Spring, огромное количество классов, ремических классов и, в конце концов, получается память. Это привело к тому, что Java 8, во-первых, переименовали permanent generation metastase, а во-вторых, оно снова помещается в кучи, и оно может ременически изменяться, что, в принципе, по идее должно гарантировать, что эта ошибка будет сейчас отменьше. И появились новые аргументы для Java 8, для того, чтобы указать размеры в этом бутаспейсе. Плюс в средствах питания, в консоли и так далее, вы можете оследить размеры с Gettaspace, но тут другие параметры. Ну, в принципе, это всё. Если есть какие-то вопросы... Ребят, поднимаем, группа включала. Да. Надо уже делать платные вопросы. Смотрите, при замере производительности лямбда-функций они оказались несколько хуже, чем анонимные классы. Не совсем понятно, как реализованы лямбда-функции, но суть в том, что анонимные классы — это всегда объекты, и если лямбда-функция, например, какой-то статический метод, вместо создания объекта вызывается, то создание объекта может сказаться хуже из-за того, что это будет нагружать гарпич-корректор. То есть тут тоже с перфункцией. Ну, не знаю, я не уверен. А как они устроены внутри лямбда-функции, и почему это происходит? Вот смотрите, я это не рассказывал. Спасибо за вопрос. Я это не рассказывал, потому что это Subject to Change, то есть может измениться. Как она реализована сейчас? У нас есть два этапа. Сначала генерируется байт-код, в котором включается эта лямбда выражения, и вызывает с помощью директив гневов динамика. Новая директива, которая появилась для поддержки JVM-бест-языков. А потом уже это делает JDK, капиллятор. А уже конкретная JVM, она сама решает, как это лямбда-выражение будет выполняться. То есть это может быть функция статическая, как вы сказали. А может быть не StanceFunction. Тут еще различные варианты, потому что может быть Capturing лямбда, когда у нас есть переменная мыкальная. А может быть там Capturing. Если Capturing, то они добавляются как уровень этой функции, которая в функциональной интерфейсе. Опять же, это сложный такой момент. И вот, без того, что JVM сама это решает, не всегда понятно, как оно будет поступать. Опять же, я был на докладе по лямбда, который читал к инженерам Oracle, и они говорили, что возможны улучшения перформанса в версиях 20 и 40. в версиях 20 и 40. Вы ищете на Java 9? Да, значит... Опять до будущего эксперта. Нету пока конкретных планов на Java 9, я не видел. Но есть некоторые намеки, что будет добавлено. Почему нет конкретных местных? Потому что как было с лямбдами, которые хотели выбрать Java 7, и потом выкинули. Значит, что может появиться? Во-первых, это поддержка GPU, чтобы код выполнялся не только на центральном процессоре, но и на процессоре видеокарты. Еще поддержка проекта Jigsaw. Это проект модулиризации Java. Еще больший вход в сторону функционального программирования. И помещает в Java 10 уже оконный вход от внутренних типов. Т.е. сделать язык Java Pure Object Variable. Видите, зажрались, просто было кольцо. Ну, в Scala нет, например, примитивного типа. Там все объекты, поэтому нет. Поддержка неизменяемых структур данных не планируется. Я так понимаю, что сейчас эти коррекции, они, на самом деле, очень дорогие. В том смысле, что если у вас там 10 миллионов элементов коллекции, вы хотите, так сказать, фильтровать и убрать один элемент, то у вас предлагается только полное создание новой коллекции с 10 миллионов и МС-1. Что, в общем-то, дороговато. Какие-то более эффективные, как Scala, скульптуры данных, которые неизменяемые, которые более известны для таких вещей? Ну, в Scala там же, в принципе, такая парадигма, что там все является лимитом. Ну, я не слышал, что такое планировалось Java. Может, он будет не слышать. Может, вопрос прозвучит глупо, но я прихожу к заказчику, говорю, давай Java 8. Он говорит, нет, ты что, с ума сошел? А вот мне очень понравилось, например, с аккумулятора. Могу я использовать часть Java 8 у себя? Модульная система есть или нет? То есть, что сейчас часть Java 8? Ну, я хочу использовать, например, аккумуляторы Java 8 и Java 7. Ну, я думаю, что нет, потому что вы можете просто код скопировать в Java 7. Ну, я скажу так, по-моему, Java 8, я до сих пор работал на Java 6 в этом проекте. Вот, и в чем проблема здесь? Почему нельзя просто код скопировать? Потому что, ну, практически серверы, которые завязаны в Java 6 и Java 7, пока вы их не прообретите, у вас не получится. Вот. Ну, по-моему, просто не получится. А какой-нибудь список реальных проблем, которые возникают на Java 8, например, там, совместимость по байт-коду, я знаю, что там, АСМА библиотека все еще не поддерживает до конца? То есть, какие библиотеки, вот сейчас можно сказать, не работают, и что будет сопором для Java 8? Есть какой-то список? Ну, вот я говорил с Ромой, например, не все облачные серверсы поддерживают Java 8 еще. У меня есть проект, который находится на облаке, я пока не могу перейти на Java 8, потому что он не поддерживает Java 8. И, допустим, например, Stream 4, которая вышла, она поддерживает Java 8 уже. Поэтому вы можете перейти использовать. Вот. 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 И что это же у вас, когда наиболее всего, по-моему, так? Ну, наверное, Stream CPI, да, потому что, ну, реально такая приятная замена, вот, а Stream CPI позволяет сейчас, допустим, разрешать многие задачи немного быстрее и эффективнее. Плюс неявный параллелизм тоже эффективен. Вот. Вот. Просто сделать, например, Merble, и не буду его разрешать, суммирование элементов по 7. Понимаете? Да. Сделать явный параллелизм с помощью FortJune Pool, это два больших класса. Да, раз параллелизм, посуммировать. Вот. А Java 8, вот эта строчка. Вот. Ну, вот. Возвращение. Ну, вот процент. АПЛОДИСМЕНТЫ.